В 2006 году я победил в конкурсе на замещение вакантной должности генерального директора Ялтинской киностудии. Меня взяли на работу как администратора. Моя задача была, во-первых, следить за земельным участком 13 гектаров, следить за тем, чтобы отбивать всевозможные иски по имущественным вопросам. Но я пришел как сценарист и как владелец собственной кинокомпании. Собственно говоря, моя профессия заключалась, как я ее понимал, больше в том, чтобы управлять процессом кинопроизводства в стране. В то время это была Украина, но Крым это такая территория, где Ялтинская киностудия это древнейшая киностудия русского мира. Она ровесница того же Голливуда. Соответственно, русский дух и Русью пахнет, там этого было не отнять. И естественно, традиция, связанная с тем, что это был филиал киностудий детских и юношеских фильмов, там чувствовался даже в воздухе. Меня все время задавали вопросы, а кому принадлежат права на все фильмы и сказки, которые сделаны на Ялтинской киностудии. То есть история, она поддавливала. И именно поэтому с тех пор я очень внимательно смотрю на контент, который производится у нас в стране. Целевая аудитория, для которого это дети в возрасте от трех, минимум от трех лет. Я поднял вопрос о государственном суверенитете в области детского и юношеского контента. Я утверждаю, что у нас сегодня нет государственного суверенитета в этой области. Прежде всего, в концептуальной части. То есть мы не занимаемся стратегическим планированием того, что мы показываем нашим детям в кинотеатрах. У нас наши дети в кинотеатрах смотрят западный контент, который развращающий, но мало того, смотрят наш контент, который сделан компаниями с западным капиталом. И, соответственно, концептуально там реализуется западная сценария. Или, во всяком случае, сценарии, написанные нашими людьми, но воспитанными на Западе и зарабатывающим деньги на Западе. Именно поэтому я задался вопросом, который, в общем-то, вытекает из тех маркетинговых исследований, которые мы проводили еще в Ялтинской киностудии и позднее, эти маркетинговые исследования связаны со зрительскими ожиданиями. Причем со зрительскими ожиданиями не пассивной аудитории, которая не знает, чтобы она хотела посмотреть, пока ей не покажешь прототипы. Очень многие люди до сих пор говорят, ой, так хочется посмотреть русский боевик типа «Крепкого решка». То есть сознание человека устроено так, что он не знает, чтобы он хотел посмотреть на полке этого супермаркета, пока ему не покажешь прототип. А маркетинговые исследования зрительских ожиданий людей концептуально властных, которые не только знают, что они хотят посмотреть, но они знают, что они хотят произвести сегодняшним детям, чтобы через 15 лет эти дети удержали страну. Именно поэтому я предлагаю вам посмотреть внимательно на три списка. тем, которые мы в Крыму считаем целесообразным производить для трех целевых аудиторий. От трех до пяти лет, от семи до десяти лет, ну и от двенадцати до восемнадцати. Вот эти ключевые возраста. Посмотрите, пожалуйста, на эту небольшую инфографику и напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok